Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты можешь работать с моей сестрой Она большая очень Нужно будет потрудиться Пока мало что понятно, но я уже готов Воочию лицезреть процесс сегодняшней моей работы Пройдем? Окей Я ничего не понимал, что хочет босс Но понял, что мы будем здесь Что-то стричь и убирать Салон красоты Это вы тут все марафетик, да, на вы эти, босс? Мне тоже свой лес бы немножечко подрубить бы Но это потом А вот и она Так, босс Ну, честно, приятно удивлен Потому что по этим ребяткам я соскучен Смотрите, что я умею Умыть могу его Из какашек бумажку тоже могу делать Что на этот раз? Я называю ее своей сестрой Потому что она со мной с самого рождения Ее зовут Алия Как? Илья? Илюш! Алия! Илья! Это девочка, да? Ну ладно, давай знакомиться Алия! Хеллоу! Тебе от моих друзей из Таиланда Привет! С помощью Алии Мне нужно сегодня вырвать деревья Которые отмечены крестиком Как это делать, если я вам скажу честно Я даже понятия не имею Потому что еще из Таиланда Знаю только три команды Знаю три Помню одну Это лежать Сейчас проверим Мэблоу! Я понял, сразу Понятно Имею отношение с женщиной Извините Слоны очень умные существа А моя Алия еще и с характером Уверен, я найду к ней подход И она сделает все, что я захочу Ну, по крайней мере С другими женщинами это срабатывает Госпожа Пройдемте Ну, я не знаю ваш язык Но мне нужно работать и получить денег Пройдемте Пожалуйста Пойдем Я тебя прошу, как мальчик-девочку Пойдем Ну, пойдем Ну, принцесска Ну, че ты это? Ну, елки-палки Ну, как мне тебя еще? Ну, пойдем Ну, пойдем Нежная моя Пойдем Ну, все Сдвинуть ее с места Ни силой, ни просьбами Не получалось Я решил Применить последнее оружие Ласку Ой, молодец Пойдем Со слонихой разобрался Гладишь хобот Она идет Убираешь руку Останавливается Жалко, правда, что в Украине их нет Я бы, наверное, на работу на таком бы ездил Шри-Ланку можно смело назвать Остров слонов Потому что еще несколько сотен лет назад Количество их превышало Количество местного населения Того времени Второй квест на сегодня Это найти деревья, помеченные крестиком Так, что мы видим? А ничего мы не видим Значит, идем дальше Пойдем, моя хорошая Барбанная дробь Это крестик Это знаете, что мы сейчас будем валить деревья? Только, если честно, я понятия не имею, как это делать А я А я Фас Зайка, давай, вырывай его Давай Только не на меня, Шаля Ты что? Давай Давай Первый раз в жизни придавила слоном Показываю Малыш Смотри Опа Берешь хоботочком Опа Опа Давай Давай, давай Давай, девочка моя, давай Давай, давай 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 Еще Давай Есть Крой Молодец Умница моя Так По каждому шагу Буддисты люди миролюбивые Думаю, мучать на работе особо меня не будут А вот, кажется, и мой учитель Тьфу, то есть, босс Здравствуйте Меня Андрей зовут, я сегодня работать с вами буду Ты пришел на пять минут раньше А это нехорошо Вселенная не любит тех, кто спешит Но для этого есть священная мантра Она уравновесит энергетический дисбаланс Я не понял, что нужно какой-то ритуал провести, чтобы я сегодня не умер на работе Что ж это за работа будет Чувствуешь, насколько первая чакра открылась? Ну все, я сегодня на работе не умру Класс Чакра открылась, но ясновидящим я не стал Чем я буду заниматься в храме, я не понимал до последнего Но монах как будто прочитал мои мысли Умеешь руками работать? Или только словоблудить? Так сегодня мы будем стройкой заниматься Хорошо, это мы моем Но давая согласие на такую работу, я, видимо, учел не все нюансы Дали какую-то стрёмную веревку, которая растягивается И с какими-то непонятными узлами Может, стоит еще раз помолиться, а? А вы точно хотите, чтобы я висел на высоте на вот этой непонятной веревке? Да не боись, ты должен верить Ну такое Но, пожалуй, висеть это и есть самое сложное Работа, по сути, не сложная Просто покрасить этот белый колпак То, что я сегодня буду красить, называется ступа или догоба Это такой купол, в котором находятся разные реликвии Вещи Будды, либо статуэтки Раньше это был курганный насыпь Но со временем это превратилось в замечательный храм Кстати, очень странная религия Бога нет, а храмы есть Но не буду буддухульствовать А то мало ли Сначала надо закрепить этот трос Чем дальше, тем неустойчивее лестница Стремненько, конечно Здесь высота около 10 метров Это, конечно, не очень высоко Но с такой вот лестницей и с такой вот веревкой Это безумно опасно А чтобы стало еще опаснее Нужно эту ступу сделать еще и скользкой Перед тем, как красить, нужно сначала обмыть Обмыть это потом Очистить наш храм от грязи и пыли Нужно омывать сверху, чтобы грязь стекала вниз Наверное, ни на одной работе я так не старался Во-первых, это неплохой шанс улучшить себе карму А во-вторых, ты тут только попробуй разозлить Будду Знаете, на Шри-Ланке лучше не шутить по поводу их религии Власти очень строго к этому относятся Вот, к примеру, в 2012 году Трех французов посадили на полгода за то, что они подошли и поцеловали памятник Будды А те, кто прилетают сюда с татуировками Будды, тех сразу депортируют Пришла пора приступить к самому основному К покраске Только вначале нужно открыть это ведро Есть А, так надо взболтать Первый раз в жизни вижу, чтобы так насыпали краску в ведро Как вы думаете, через сколько лет он отмоет свои руки? Вы прям прирожденный строитель, я смотрю Прям профессионал по покраске Я, извиняюсь, теперь спросить А красить мы чем будем? Тоже руками? Ну вот я готов лезть наверх Слава богу, мне дали кисточку, которую я буду красить А то я уже был морально готов это все руками разукрасить Полизлы Держи лестницу, пожалуйста Я мужик И поверьте, я реально мало чего боюсь Особенно после первого сезона шоу Ты держишь, чи ржешь? Но высота С этим, наверное, я не справлюсь никогда Было не так страшно, когда у меня 15 человек Все это ведро, нахуй, 3 килограмма Все, нахуй, дальше не полезу Хоть убей Соберись, тряпка Вот посмотри на Русика Валит деревья слоном И не ноет Я был шокирован, что Алия сразу сообразила, что нужно делать с деревом Но оказывается, это у них слонов ей крови Смотрите, какая моя ласточка, зайка Она сама нашла дерево, на котором набит крестик Вообще, слоникам валить деревья только в кайф Этим самым образом они добираются до листочков, которые расположены наверху И очищают путь для своих детенышей Ну, думаю, дело дальше пойдет Слон у меня отменный, сама знает, что делать Да и осталось тут всего два дерева повалить После того, как Алия валит деревья, босс их продает на фабрике по производству спичек На солнцепеке Алия немного устала и начала опять капризничать Ну, такие девчонки Знаете, у меня возникает такое чувство, что это не я ищу деревья, на которых выцарапан крестик А ампоид слоник мне показывает свои места, по которым она просто любит гулять Ну что, давай Очередное дерево, Алия Давай, 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 давай Давай, хорошо Еще одно Давай, давай, хорошо, малыш Еще, еще, еще Ой, гора, давай Больше, больше, больше Победа! Вот это командный дух Видимо, слониха тоже почувствовала это и сразу продемонстрировала свои чувства Что это за жест такой у нас? А, ого, даже так? Окей О, слышите Дамочка Ну вы как все девочки непредсказуемы Ой Ну что, королева, кстати, вы куритесь, вам бы не помешало депиляцию сделать, малыш Сейчас бы психануть, дорвануть бы в Запорожье в таком виде, а? Проехаться по проспекту Соборному Загануть бы на Кичкас и Бабурочку На Гудымин, Кокпатском Класс Промчаться мимо окон моей училки по-английскому И крикнуть Оксана Юрьевна, this is the elephant И как только я полностью расслабился, как вдруг Алия сама нашла еще одно дерево Да дальше я слезу, ты что? Ай! Да я слезу Айя! Таня, что ты делаешь? Очень странные движения получаются Во время съемок этого эпизода ни один русик не пострадал Но это пока Дальше мне предстоит сбор урожая Все деревья нужно перетащить в одну кучу Смотри, челюсти сжимай, челюсти сжимай и давай вперед, хорошо Хорошо, работай, Алия, работай, хорошо Давай, 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 давай Хорошо, моя девочка, хорошо Давай, погрузчик мой, давай, мой бульдозер Все, 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 я шучу Ты что творишь, нелюдь? В смысле? Это мое дерево Его мой отец посадил, когда я родился Сколько ты деревьев срубил? Я нормально деревья нарубил, я не понял Здесь нет крестика Это дерево моей семьи В чем проблема? Слон, мой слон, мой, не ваш, мой слон Ты себе и слона захотел? Хорошо, наш слон, наш слон Тащил деревья Нет, это не все На, забирай, проваливай Вон дерево срубил Надо было всего три дерева срубить, дубина Ну, бывает, трудности перевода, господа Но деньги я получил И это главное А теперь пора валить, пока не пришел дед И не вломил мне за уничтожение семейной реликвии До свидания Да уж, неудобно как-то вышло Но у Андрюлика ситуация не лучше Он своим страхом решил разгневать самого Будду Ну что? Да, страшно Но Будда поймет Он тоже смертный человек Будда это наследный принц Индии Он жил в достатке, на широкую ногу И все равно от этого страдал Однажды он побрился на лысо Одел желтую робу И пошел странствовать Вначале он жил как бомж Питался чем придется Но никак не мог познать себя Затем он сел под дерево И медитировал целых семь недель И после чего Наконец-то прозрел Будда в переводе обозначает Прозревший Конечно, весь храм я не покрашу Но попытаюсь сделать все по максимуму Отработаю я сегодня Карму на этой Жаре Все в порядке Кстати, забыл сказать То, что я сейчас делаю Оказывается, не просто работа А сюрприз ко дню рождения Через два дня у буддистов Будет праздник Весак Это день смерти И день рождения Будды И здесь будут, так сказать Народные гуляния На Шри-Ланке очень почитают Будду Хоть здесь много и индусов И мусульман И христиан И у ланкийцев для этого есть все основания Будда здесь, по легендам, был аж три раза Именно здесь, на Цейлоне, растет самое старое дерево на планете Отросток того самого Бодхи-3, под которым Будда получил прозрение Еще на острове хранится пояс Будды Зуб Будды и другие части тела А монахи, так вообще здесь самые умные люди в стране Мой босс очень влиятельный и образованный монах Как, впрочем, и все остальные монахи, которые живут здесь, на Шри-Ланке И он частенько ездит в Европу и в Штаты Чтобы преподавать философию в лучших университетах Твоя работа будет радовать людей и Будду теперь целый год Каждый человек будет видеть ту идеальную белую ровную ступу И благодарить тебя Посылаю тебе любовь, добро, ум и эти деньги Спасибо, спасибо большое, босс Конечно, мой босс очень влиятельный человек Но дал мне, так скажем, не сильно влиятельные деньги Я сегодня заработал полтора доллара Ну и на этом спасибо, босс Я совсем забыл, у меня есть для вас подарок Такая великолепная футболка У вас, конечно, шикарный прикид Но мало ли что-то у вас в жизни поменяется Держите Розетка, тут Евсет, она ведь больше Ребята отработали неделю И действительно заслужили отдых Благо, экзотических развлечений на Шри-Ланке как грязи Что вы там придумали, пацаны? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова